Зима еще далеко А Мартен Фуркад совсем близко Доброго всем дня, хорошего настроения Мы отправляемся в этот живописный французский городок Анси Где состоится сегодня северный фестиваль имени Мартена Фуркада Уникальный биатлонист Человек, который выиграл 5 олимпийских золотых медалей 11-кратный чемпион мира Кубок мира брал 7 раз к тому же подряд Выиграл все, что только можно Мартен Фуркад прошлый год не задался у великого Французского биатлониста И он решил поднять настроение не только себе Но и всем своим поклонникам и конкурентам Он организовывает еще летом А ведь сегодня еще лето Этот замечательный спектакль В рамках которого мы увидим не только биатлонные гонки Но и программу лыжных гонок Естественно на лыжероллерах Многие именитые спортсмены Включая самого Фуркада Он тоже будет выступать Приняли приглашение И приехали сюда во Францию Это и Петер Норток И Глеб Ретивых Российский лыжник Кстати программа фестиваля начнется с лыжных гонок Ну и целая когорта великолепных звезд мирового биатлона Об этом подробнее совсем скоро А прямо сейчас давайте Передадим слово нашему корреспонденту На месте события Это Илья Трифонов У него есть что нам рассказать Далее спасибо огромное Надеюсь что меня сейчас видно Слышно экскурсию по Мартенфуркад Нордик фестиваль Мы начнем из-за трибуны Мы видим что на заднике трибун Капы Монда биатлона Ансиле Градбурно Написано значит что в декабре Ансиле Градбурно Который вот там вот в горах находится Примут очередной этап Кубка Мира И в рамках промоушена этого этапа Кубка Мира Мартенфуркад решил здесь в Анси Провести вот такой вот летний фестиваль Это хоспиталити-эре За трибунами мы видим сейчас она опустела Потому что люди, зрители пошли на трибуну И мы пойдем сейчас вслед за ними Вместительность ее и количество билетов Продав на трибуну около трех тысяч Сколько всего человек вестит Мартенфуркад от Нордик фестиваля Спросил я у Мартена накануне Он сказал что ожидается около 13 тысяч Что к концу соревнований может быть и до 20 Потому что Амсиле Градбурно Курортный и здесь присутствует очень много отдыхающих А на трассу вход будет бесплатный Абсолютно только сюда билет продается Вдоль трассы можно выстраиваться For free, как говорится, ничего приобретать не нужно Мы здесь показываем на входе аккредитацию Я уже договаривался, чтобы камеру у нас не отняли Проходим спокойненько Проходим даже у нас не наверняка, где сходят И показываем, чтобы исходить дальше Показывается соревнования улыбкационных улыбщников Кстати, улыбкационные соревнования улыбщников Они носятся фундаментальный характер Потому что у мужчинцев уже 16 спортсменов заявлено в квалификацию Все 16, дальше соревнования проходят Розаевс выделяются на четвертые финалы Понятно, первый с последним И середине с дуэ Вот трибуна, смотрите Забон, это солдат Забон, это соревнования, билеты все были господные В конечной коллеги норвежских СНРК Мы, мы, мы работаем И они, мы, мы, мы все остались Биаконна, bracket, британ, Россия, Норвегия, Германия Лучка, лучка лечка И в центре, и, представь из капликудра В футболе на третьем году В центре ок Penn с дуэ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше уже на старте Латюльери Нора под 13 номером стартует Хороший мощный старт Но мы понимаем, что на лыжероллера Особенно в биатлонной части программы Будут и могут быть сюрпризы Что касается классических лыж Но посмотрим Еще одна французская спортсменка Лора Дольче стартует Французенка с итальянскими корнями Мили Сагаль Еще одна французская спортсменка Под 15 номером Но понятно, что Мартен Фуркат пригласил Очень много соотечественниц Девушек, которые Занимаются лыжными гонками Фестиваль все-таки проходит на территории Этого государства Ничего удивительного нет Но вот, пожалуйста, представитель Италии Лиса Брокарт Под 17 номером ушла В эту круификацию Ну и из тех, кто будет разыгрывать сегодня призы Это, конечно же, Кристо Пермяковский Финка, Катя Виснер Славенко, Грета Лоуренд Итальянка Еще раз напоминаю, что Лаурен Вандер Граф Швейцарка Дала согласие на выступать на этих соревнованиях Одно из первых, кстати Надина Фандрих Дельфин Клодель Но мы видим, что под 10 номером Спортсменка уже финишировала И здесь близится финиш уже Стартовавших во второй группе Пока Мартена Фуркада мы не видели Он, понятное дело, занят своим Любимым видом спорта Биатлоном Он готовится к пристрелке И совсем скоро Мартена Фуркада мы увидим Никто не думал, что Самый конец августа Так много звезд Лыжных гонок и биатлона Все-таки смогут, понятно, у всех свой График подготовки к сезону Приехать сюда в Анси Но вы знаете, еще в апреле Начали соглашаться на приглашение Мартена Фуркада Почти все его В том числе и соперники Тот же Йоханнес Био одним из первых Согласился, сказал, что Как не может пропустить такое событие И на лыжи-роллерах Поборется с Фуркадом за победу Да, это все у нас впереди Я очень рад, что мы с вами Находимся в прямом эфире И будем смотреть за этой борьбой во Франции Ну а здесь по хрометражу Понятно, что не все выкладываются на 100% Потому что Нужно распределить свои силы Впереди одна четвертая финала у девушек Также будет и у мужчин Полуфиналы Там-то и нужно бежать По полной программе Здесь просто стартовое место Своё получат участницы Мы уже в общей таблице Увидим, кто как расположился Ну а те, кто не приехал на трибуны Занимается Другими Делами Посмотрите, какая погода Ван Си Вода Великолепная Бархатный сезон Очень хорошее курортное место Великолепная набережная И посмотрите, как Мартен Фуркат Разместил центральный монитор Огромный Огромный монитор Чтобы зрители могли Не находясь на трибунах Тоже видеть, что происходит Здесь на лыжероллерной трассе Нам показывают Как здесь по трассе Идут участницы Мы помним, что под первым номером У нас стартовала Криста Бармаковски Финская спортсменка Нам повторяли Финиш Итальянки Греты Лоуренд Здесь больше, да Чувствуется, что вот-вот Должен появиться Велосипедист Такая узкая трасса Великолепный асфальт Многочисленные зрители Тоже Франция Но это не Tour de France, друзья Это фестиваль Мартена Фурката Ждем итоговых протоколов Они совсем скоро Появится. Allez les gars, nous sommes exactement à 8 minutes, et c'est très bien que vous fassiez vous et que vous soyez trompés, 8 minutes du départ. Vous y a son qui ces dernières années, c'est à la fois qu'il vous trouve le sprint. Tout le monde a un seul, un seul entre eux, l'oublier de la record, tout l'hiver pour aller chercher la première place en classe en général. C'est le meilleur sprint d'heure du moment où les Français sont en publicat, et celui qui va se lancer en premier. Sachez qu'il a 13 victoires en Coupe du Monde. 8ème place, 12ème place, 12ème place, 12ème place, 26ème place. Pour toute la 13 victoire, je vous le dis. Il est vice-champion olympique de sprint à Pyeongchang. Il est champion du monde de sprint à l'Asie en 2017. Il partira en 15 secondes. Je vous demande pour réserver l'innovation pour M. Pénérico Pénérico ! C'est parti 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 ! Была еще две недели назад 40-градусная жара Ну а так дует свежий ветерок от озера Комфортные условия и главное без дождя Напоминаю, что в биатлонной части фестиваля Для прийти вы, кстати, уже девятый Вот так вот быстро все меняется Три секунды проигрывает он французу Клоду Так вот, что касается биатлона То там Екатерина Юрлова-Перхт и Дмитрий Малышко Будут представлять интересы сборной России Очень интересные гонки у нас пройдут Мы вам обязательно их покажем сегодня Причем Итак, два француза во главе турнирной таблицы Шанова и Арно Пелегрина третий Глеб Ретивыха девятая позиция Отставание почти четыре секунды И Петер Нортук шестнадцатый Что скажет Глеб Ретивых сразу после финиша Это мы узнаем прямо сейчас Спасибо, Леонид, Глеб Ретивых у нас в Мигзоне Глеб, но на чемпионате мира, на котором вы завоевали медаль в квалификации Вы тоже были четырнадцатым, то есть ровно в середине Здесь тоже выводов пока можно не делать, как я понимаю Ну, квалификация это такое, что можно никаких до выводов не делать, потому что люди с тридцатков квалификационным временем выигрывали и попадали в призы Так что это всего лишь посмотреть круг, продышаться и ничего более Дальше борьба будет интереснее, когда уже будем толкаться, бороться с ребятами Но все равно, насколько вы выкладывались, потому что проходили-то все равно все шестнадцать Можно было вообще не напрягаться, здесь удалось как-то продышаться Потому что капли-то капают такого приличного размера с вас Ну, потому что все-таки стоит жара, тридцать градусов с самого утра Не совсем такие приятные условия для соревнований, действительно А так, попытался поработать как смогу, потому что трасса достаточно очень извилистая Очень много поворотов на сто восемь градусов, очень резкие И тут более, как, не так, как, более нужно быстро проходить дистанцию Ну и также технически, потому что очень опасная трасса, мы сделали ее Подъемов, спусков нет, здесь только в основном повороты Какая тактика будет на финал? Нужно выходить на четверть финал, полуфинал? Нужно выходить и держать первую позицию? Или можно атаковать из глубины, как вы любите, умеете? Здесь одно единственное место в середине дистанции, где большая широкая прямая на метров сто идет Вот там можно, получается, отыграть позиции или что-то поменять А дальше по дистанции просто невозможно обыграть Один человек встанет, если впереди, то его никак не обогнать То есть вперед нужно выходить за сколько метров до финиша? И если вы упадете, скажем, за сто метров до финиша вторым Это шансы у вас есть, значит, еще или все потеряно? Нет, шансы есть, но и сто метров финишная прямая В принципе, после крутого последнего поворота здесь можно что-то попытаться сделать Она достаточно широкая А с третьего места, а с четвертого? Ну, думаю, с третьего еще что-то можно сделать на финише, с четвертого напряжения Что скажете про количество болельщиков? Потому что трибуну мы видим, что заполнено до отказа, что на трассе там Потому что отсюда, ну, мы только вот небольшой 200-метровый отрезок видим И плотной цепочкой стоят люди Ожидалось накануне, я говорил с Симоном Фуркатом, что на трибуне будет 3000 человек А вдоль трассы, когда будут финалы, до 10 тысяч народов Ну, я думаю, да, потому что я знаю, что в Солдаут полностью все билеты были проданы еще, по-моему, в конце июня Вот, ну, достаточно очень много народа И все подтягиваются, несмотря, потому что на разминки только при трибуне были заполнены Сейчас полностью по всей трассе стоят народ Я думаю, очень много людей еще подойдет к финалу, потому что еще только начало соревнований Глеб, удачи, плывем, болеем за вас Леонид, пожалуйста, вам слово Да, спасибо большое за это интервью Умно, Ансим, город, который являлся кандидатом Если помните, на проведение зимней Олимпиады 2018 года, но проиграл южнокорейскому Хенчхану Все возместилось, сюда приехали все сильнейшие в рамках этого фестиваля Северного Мартена Фуркада Далеко не север Франции, действительно жарко Но тем интереснее будет смотреть за развязкой борьбы и в лыжегоночной части фестиваля Особенно в биатлоны Биатлонная программа только начинается Впереди пристрелка, а потом женщины выйдут на старт Все мы вам покажем в прямом эфире на Матч ТВ Не переключайтесь Кстати говоря, еще одна особенность про Анси Ведь здесь собирались провести Кубок мира по биатлону еще 8 лет назад Сезон был 2011-2012 Но тогда полностью не было снега Малотеплая погода Кто-то даже пошутил, что в Анси всегда лето И тогда и там перенесли в австрийский хох Фильдсен Поэтому я подчеркиваю, очень много зрителей Не каждый день сюда приезжает биатлон Не каждый день лыжники гостят в Анси Если не считать это курортным местом А соревновательной программой Поэтому все впереди Самое интересное Будем продолжать работать на пристрелке А потом женская гонка по биатлону Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...